Итак, срочные новости. Матвиенко жестко выступила по пенсионной реформе. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о безотлагательности решения о повышении пенсионного возраста в России. Что касается отложить, нет, отложить нельзя. Если власть таким образом поступит, это будет безответственная власть, цитирует Матвиенко Интерфакс. Спикер Совреда подчеркнула, что все замечания и конструктивные предложения субъектов Федерации будут учтены при обсуждении законопроекта. Безусловно, все они будут внимательнейшим образом рассмотрены, и если это в рамках возможного, разумного, они будут учтены при доработке этого законопроекта, пообещала Матвиенко. Напомним, что 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о решении правительства повысить пенсионный возраст. Повышение начнется с 2019 года и постепенно достигнет 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. По словам председателя Кабмина, пенсионная реформа позволит увеличивать пенсионные выплаты ежегодно на 1 тысячу рублей. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях и обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних и интересных событий. Итак, давайте с вами вместе думать. Напомню, что Матвиенко заявила о том, что нужно безотлагательно решить и повысить пенсионный возраст в России. Для женщин до 63, для мужчин до 65. Вы знаете, очень часто я слышал то, что ее называют Валька-стакан Валентина Матвиенко. Ну, честно говоря, я даже не понимал, но вот это ее заявление явно подчеркивает, что она действительно прикладывается к стакану и даже, может быть, даже через бутылку, потому что нормальный человек такого не может сказать. Всем известно, что, к сожалению, продолжительность жизни в России значительно меньше, чем в Европе. Когда нам рассказывают, втирают, что да, вот в Германии давно повысили выход на пенсию до 60-65 лет, они почему-то забывают, они это чинуши. Не забывают, что там продолжительность жизни у населения более 80 лет. У нас у мужчин 64 года, а у женщин 75. Это максимально, а так 72. Понимаете, и, то есть, они явно делают так, чтобы люди просто не доживали до пенсионного возраста, чтобы никому ничего платить не нужно было бы. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях, если вы за этот проект, если вы хотите умереть по дороге на работу, то ставьте дизлайки, если вы против этого. Поставьте лайки, чтобы как можно больше народу узнало о том, что мы против. Мы против того, чтобы всю жизнь вкалывать на, не то что на государство, всем уже ясно, что никакого государства есть. Нету, есть просто чинуши, есть вот эти миллиардеры, есть разжиревшие олигархи, которым все мало и мало, они хотят все и все, что больше и больше. Они готовы содрать последнюю кожу с народа, но есть же какая-то красная линия. Она есть, эта линия, но они, эти чинуши, ее не видят. Они готовы, они сидят уже у нас на шее, но они уже забираются на голову. Понимаете, суть в том, что, к сожалению, после последнего переизбирания президента, не то что выборов, а после переизбирания президента, действительно все пошло по наклонной. Повышение НДС, повышение НДФЛ, повышение пенсионного возраста, рост цен на топливо. Если цены на бензин повысились, значит повысится все, и на продукты, и на продукты массового потребления. Соответственно, за капремонт мы платим, ничего не изменилось. За дороги мы платим, дороги в ужасном состоянии. Все хуже и хуже. Это все, учитывая то, что пятый год подряд доходы населения падают. И то, что она втирает по первому телеканалу, по Россия 24, то, что да, мы из кризиса вышли, у нас экономический рост. Но мы же с вами понимаем, что это ложь. Напомню, что сам президент Путин неоднократно говорил, заявлял, что пока он является президентом, никакого повышения пенсионного возраста не будет. А сейчас взяли и повышают. Тут два варианта. Либо царь ненастоящий, то есть, ну как, один человек может говорить так, и вдруг поменяется слово, либо нам просто врали. Пожалуйста, пишите в комментариях ваш вариант ответа. И давайте пока почитаем комментарии. Напомню, что с официального сайта rambler.ru Конечно, нецензурную лексику я постараюсь не зачитывать, но по сути ее тут не должно быть. Потому что напомню, что комментарии с официального сайта rambler.ru Джен пишет. Вот так решили кинуть народ предпенсионного возраста и кинут. Никаких сомнений. И хитро ведь, как начали, втихаря, пока идет чемпионат мира по футболу. Знают, что законом запрещены демонстрации и митинги во время мундиаля. Но ничего, народ еще выскажется. Все, что думает о этой власти после чемпионата. Ратман пишет. Разворав пенсионные накопления россиян, правительство решило их кинуть, обрекая на голод и на счету людей, плативших всю свою жизнь пенсионные взносы. Николай Воплев пишет. Она жестко лизнула Путину и правительству. Ну, а Николай Воплев имеет в виду Матвиенко. Но, честно говоря, это противная женщина, правда. Она просто против народа. Что ж тут можно говорить? Она враг народа. Она враг самого незащищенного слоя населения. Враг пенсионеров. Понимаете? Что может быть хуже? Марк Коннотоп пишет. Сомневаюсь я, однако. Не выскажется вслух только на кухне. Рабский менталитет крепостного не позволит. Ну, к сожалению, Марк отчасти прав. Потому что, честно говоря, поразительно. Люди слышат вот эти новости. Люди осознают, что они будут помирать по дороге на работу, так и не получив своей долгожданной пенсии. И они молчат. Вот это самое такое необъяснимое, во всяком случае. Игорь Савельев пишет. Похоже, Россия станет первой страной, в которой пенсионный возраст превысит среднюю продолжительность жизни. Предвыборная обещалова сменяется после выборным кидаловым. Ну, честно говоря, Игорь абсолютно прав. Предвыборная обещалова сменилась кидаловым. Татьяна пишет. Это один из способов борьбы с бедностью. Ну, она, конечно же, написала это в кавычках. Потому что нам действительно рассказывают, что вот это якобы повышение пенсионного возраста. Это повлечет только положительные тенденции. За счет этого пенсионеры будут больше получать аж на целых тысячу рублей. Ну, такой маразм. И главное, это же нам втирает по первому каналу. Честно сказать, вот такое ощущение, что людей просто принимают за идиотов. Не то, что принимают, а они полностью уверены, что люди идиоты. И самое страшное в том, что действительно среди нас много идиотов, которые верят им. Вот это самое страшное. Потому что власть, да, она всегда была, даже не власть, но какая это власть. Это олигархат. Все, которые разбазаривают народные деньги, деньги из бюджета, которые развалили образование, которые развалили медицину, которые развалили производство. Вот эти же, они не власть. Это просто незаконно захватившие власть чинуши. Они считают все. Ну, даже можно сказать, если честно, то бандиты. Чего ж тут греха-то таить. Те, которые убивают население, это бандиты. Дед Стар пишет, элита голодает, надо спасать. Дед Стар абсолютно прав. Потому что вспомним, что когда санкции ударили по олигархам, государство кинулось наши с вами деньги, то есть бюджетные деньги. А бюджетные деньги это наши с вами деньги, деньги народа, которые мы платим за налоги, все такое. Они из бюджета начали спасать этих олигархов, мультимиллионеров. А то, что народ голодает, то, что старики, женщины и дети недополучают своего куска хлеба, им наплевать. Они утягивают пояса все сильнее и сильнее. Мак Дин пишет, предвыборное обещало вас меняется послевыборным кидаловым, но это они делали всегда. Вы просто не обращали внимания. Он прав, но другое дело, что настолько открыто, я думаю, что не было никогда. Во-первых, во-вторых, одно дело, когда у людей был хоть какой-то запас, они всегда молчали. Но очевидно, что у людей нет никаких запасов. Все сбережения потрачены. Люди и так на грани. То есть это может стать последней каплей. Александр Токарев пишет, действительно, откладывать нельзя. Это правительство и подобных чиновников необходимо отправить в отставку еще до осени. 90% населения страны против. Больше 2 миллионов подписей для них это ничто. Тогда вы какого народа правительство? Какого народа вы народные депутаты? Ну, действительно, Александр Токарев прав. Почему депутаты называются народными? Они должны называться антинародными. Правительство должно называться не народным, а антинародным. Античеловечным. Антиконституционным. Ратман пишет, на Колумбу их надо всех отправить, работать до 65 и до 63 лет. Ну, на самом деле, таких бандитов, варваров не мешало бы на пожизненную туда отправить. Игорь Могилевский пишет, предложение хорошее, но кто и как отправит это правительство в отставку? И как мы видим, столько лайков люди ставят Игорю Могилевскому. То есть наши с вами соотечественники, они согласны, что это уж перебор. Д.М. Ирко пишет, израильского, разумеется, тамошним пенсионерам не забывают платить денежку из российского бюджета. Кстати, это тоже понятно. Израильские пенсионеры получают деньги из российского бюджета. Вы представляете? А те, которые в России, им урезают и повышают. Честно говоря, маразматично. Вот это получается. Александр Горбачев. Только один выход. Правительство геноцида в отставку в полном составе, в лучшем случае, или в Гаагу в худшем. Я думаю, что тут даже худшее, это лучшее. Потому что уж лучше в Гаагу, чем действительно, чтобы они повысили этот пенсионный возраст. Вы понимаете, отток россиян, наших соотечественников из России, он просто набирает обороты с 2014 года. А заселяют мигрантами. Территории России заселяют просто массами. Массово заселяют китайцами. Понимаете, вот даже сейчас то, что нам рассказывают, 140 миллионов, там уже более 20%. Опять-таки, это то, что можно открыто нарыть в интернете. Это составляют китайцы. Люди, действительно, наши с вами соотечественники убегают. И не безобоснованно. То есть, с каждым днем жить в России, россиянам, становится все сложнее. Пожалуйста, пишите ваше мнение в комментариях. И обязательно подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех самых последних событий. Субтитры создавал DimaTorzok